Далее 16 номер Пас вперед и вот опасный момент Павел Савчук На правой бровке Воронеж пока не получается выйти из-под прессинга Сахалина Я думаю Сахалин тоже смотрел игру факела против Динамо Владивосток Где Динамо очень много владела мячом Постоянно воронежцам приходилось находиться под прессингом И наверное в эти минуты пытается сделать то же самое Но безусловно все-таки Сахалин полегче соперник Дальний удар, какой удар хороший получился сейчас Ну отобрали у него мяч Крюков в центре Жесткое столкновение, Крюков сохраняет мяч Но нужно расставаться было сейчас с мячом Ошибка и момент у Сахалина будет прострел Не точно Крюков судя по всему будет бить Нет он пробегает, не плюев пробегает Батищев удар, отличный перекладина Да как же так мяч в ворота не попадает Ох добить не получилось сейчас Великолепный эпизод И едва-едва на 27-й минуте Факел не открыл счет своим голам в этом сезоне Вот подтянулся к нему Маслов Аврилка Ох какой пасть Савлок удар в дальний мяч в воротах Воронежа Эпизод, наверное, которого можно было избежать Но ничего страшного Нужно продолжать играть Быть повнимательней И все придет Моменты у Факела есть Сахалин в Воронеже еще ни разу не забивал Это их первый мяч в прошлом сезоне Как я уже рассказывал Команды сыграли 0-0 Подача штрафной Удар по воротам И счет становится 2-0 Приносит свои плоды Сахалину Количество перерастает в качество Но показывает судья, что можно играть здесь Пас вперед В направлении Яковлева Тут переводит мяч в штрафную И Плюев Повнимательней нужно тут Факелу быть Опасный момент Выручает сейчас Кортнев Не дать возможности Факелу забить Подача штрафную Пробить снова не дают Есть возможность на подборе сыграть Входит в штрафную Кирдот Ох, какой момент, а Активно Сафронов Можно направо бы перевести Нет, сохраняет мяч с Елагиным Там на левом краю Атака Тимур Бубенков Получает мяч И вот возможность пробить Поворотом Удар И выручает свою команду Даниил Сливков Ну вот он, вот он момент Вот он удар Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...